Сегодня последний день, когда миссия Красного Креста должна посетить колонию в Еленовке, где содержатся украинские военнопленные. Эту дату озвучил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время онлайн-встречи с представителями Международного Комитета на прошлой неделе. В ее состав должны войти представители международных СМИ, даже если до этого времени Российская Федерация не даст свое согласие. Если же этого не произойдет, то, по словам Ермака, Украина будет применять все возможные информационные и дипломатические средства, чтобы сдвинуть этот вопрос с мертвой точки. В свою очередь, Международный Комитет Красного Креста отмечает, что эта миссия уже может отправиться не только в Еленовскую колонию, где россияне удерживают пленных защитников за встали, но и в другие места содержания военнопленных в Донецкой области. Однако для этого нет минимальных гарантий безопасности и разрешения работать на местах, а получить доступ к местам содержания пленных силой организация не может. Выполнит ли свои обязательства Международный Комитет Красного Креста? Об этом мы не только. Будем говорить с заместителем главы Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины, глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО, Егор Чернев в нашем эфире. Егор, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Егор, ну вот несколько дней назад в эфире телеканала Freedom вы говорили нашим коллегам, что сегодня представители Международного Красного Креста, украинская сторона будет ждать на линии разграничения. Сейчас уже в 18.05. Расскажите, каков результат, какие действия были предприняты Красным Крестом за последние три дня? Ну вот, как и обещали, мы готовы были сопроводить Красный Крест хоть по украинской территории, хоть, если нас пустят по российской территории, оккупируем до Еленовки, в любые места, там, где содержатся наши военнопленные украинские. Вместе со мной вот мои коллеги Мария Мезенцева, Елена Ахоменко, Денис Маслов. Мы сегодня прибыли, собственно, со своей стороны, мы свое обязательство выполнили. Мы сегодня прибыли на линию разграничения в Запорожской области. Мы там ждали представителей Красного Креста, но, к сожалению, не дождались. Вот, к сожалению, никого со стороны Красного Креста так и не было. Мы понимаем, что, с одной стороны, им пишут отписки Российской Федерации о том, что они там не готовы им обеспечить или не дают пропуск. Мне кажется, что кроме переписки, кроме писем туда, нужно еще предпринимать какие-то действия. И вот сегодняшнее присутствие Красного Креста хотя бы на линии разграничения, я думаю, что показывало бы как раз-таки активную позицию этой международной организации. Егор, скажите, а здесь все-таки вопрос в гарантиях безопасности или есть очень сильный политический подтекст? Кстати, ну я не готов говорить о том, что как-то влияет Российская Федерация на Красный Крест. Но мы видим, что вот из вчерашнего заявления Красного Креста, или сегодняшнего заявления Красного Креста, что у них есть представители в Донецке, которые готовы отправиться в Еленовку. Все-таки они на той стороне есть. Соответственно, почему не происходит? В Еленовке, я напомню, несколько месяцев назад произошел этот взрыв, где погибло 57 наших военнопленных. И до сих пор никто не побывался из Красного Креста там. При том, что у них есть на это мандат. И они должны все-таки требовать от стороны Российской Федерации доступа к военнопленным. То есть если этого не происходит, есть основания полагать, что действительно есть определенная заангажированность в этом вопросе? Ну, смотрите, я не готов... Понятно, мы не проводили следствия, мы никого за руку не поймали, но предположения логично такие выстраиваются. Предположение в том, что можно занимать более активную позицию Красному Кресту или же передавать этот мандат какой-то другой организации, которая будет создана вместо этого Красного Креста, которая, в общем-то, состоялась в 60-летней истории, достаточно эффективно ранее выполняла свои функции во время Первой мировой и во время Второй мировой. Но вот сломался на Российско-Украинской войне почему-то, и не может, если имеет доступ к российским военнопленным на территории Украины 24 на 7, то почему-то не может обеспечить, не может предложить больше усилий для того, чтобы попасть к нашим военнопленным. И это наша принципиальная позиция, наш принципиальный вопрос. Если они это не могут сделать, ну, значит, мы будем искать другие форматы, в которых будем требовать и стучаться, и все-таки добиваться того, чтобы пустили туда людей, которые бы понимали и контролировали, в каких условиях соответствуют ли Женевским конвенциям, а я уверен, что не соответствуют, к сожалению, условия пребывания наших военнопленных на территории оккупированной, сейчас на территории Российской Федерации. Егор, ну вот по сути сейчас получается, что вы находитесь на линии разграничения, ваша делегация приехала, вас хоть как-нибудь представители Международного Красного Креста уведомили о том, что они не приедут? Или это полная тишина с их стороны? Ну вот вместе с нами был омбудсмен, он писал письма, ответа не получил. Он прислал приглашение, предлагал вместе с нами как раз-таки поехать. То, что, собственно, было озвучено Андреем Ермаковым, по самому ультиматуму о встрече онлайн с представителем Красного Креста, они были абсолютно четко уведомлены. К сожалению, реакции не последовало. Послушайте, но ведь эта история, когда такая организация дает сбои, ведь она тянется еще с начала войны. Давайте вспомним гуманитарные коридоры, когда мы все восклицали на весь мир, просили, чтобы позволили выехать гражданским с горячих точек. И это не работало. Мы помним эти все договоренности, которые срывались. Ведь можно говорить уже о системном нарушении, или точнее невыполнении этой организации, того мандата, который ей дали. Ну, к сожалению, да. Есть еще и вопросы гуманитарной помощи, которые были в Мариуполе, тоже непонятно кому, непонятно куда привозилась. То есть действительно здесь есть много вопросов. Опять-таки мы подчеркивали и в четверг на прошлой неделе, когда было онлайн-совещание с ними о том, что называть «начните войну войной», потому что в своих докладах они пишут о том, что это кризис в Украине. Да какой это кризис? Это российско-украинская война. И вот только сейчас они начинают исправлять. То есть действительно очень странная позиция международной организации, которая призвана как раз-таки мониторить условия пребывания военнопленных с любой стороны конфликта, с обеих сторон конфликта. При этом не выполняется кризис с их стороной. Егор, если говорить еще о военнопленных, Владимир Зеленский накануне в своем видеообращении поблагодарил подразделение украинских сил обороны за пополнение обменного фонда во время наступательных действий. Расскажите, пожалуйста, сколько сейчас российских пленных в Украине и кого в первую очередь пытается вернуть российская сторона? Ну, к сожалению, мы не разглашаем количество военнопленных ни с одной, ни с другой стороны, потому что это все-таки чувствительная информация. Но по тем данным, которые я располагаю, по тому, кого в первую очередь забирают, ну, почему-то это чеченцы, самые ценные у них кадры, ФСБшники, простые россияне неинтересны, вот не забирают, зато готовы обменивать чеченцев там одного на нескольких наших украинцев. Ну, вот такой подход. Знаете, вчера стало известно, что сайт украинского проекта «Хочу жить», с помощью которого российские военнослужащие могли узнать информацию о добровольной сдаче в плен, был заблокирован уже на территории России по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Вот как вы прокомментируете такое решение? В России уже, получается, запретили хотеть жить и выжить? Ну, я чуть поправлюсь по поводу предыдущего, все-таки не чеченцы, а кадыровцев. Кадыровцы. Потому что чеченцы, нормально чеченцы воюют, в том числе на нашей стороне, против Российской Федерации. Мы это знаем, батальоны Шейхо-Мансура и другие. По поводу, хочу, то, что блокируется, вот значит, действительно, аудитория получила этот месседж, и действительно мы видим, что россияне просто уже едут на войну, те, которые были мобилизованы насильно, они едут с тем, чтобы сдаться украинской стороне без боя в первом бою, ну, то есть как можно быстрее. И мы видим эти факты, я думаю, что и вы видели интервью с этими военнопленными, которые, в общем-то, изначально заточены на то, чтобы приехать в Харьеву Жить. Это один из тех ресурсов, я думаю, что мы достучимся и другими каналами. Ютуберация почему-то этой всей информации, этого сайта, ну, был сайт, пускай работает. Почему его блокируют? Ну, конечно, потому что именно он, потому что он работает, потому что он выносит дезорганизацию в и так не очень хорошо идущую мобилизацию в Российской Федерации. И так там они имеют проблемы с тем, чтобы как-то пополнить свой фонд пушечного мяса, а тут еще мы помогаем этому пушечному мясу, этим россиянам, которые не хотят воевать, которые не успели бежать за границу, там, в Казахстан, Монголию или Грузию, мы помогаем им перейти на сторону, сдаться украинским властям. «Хочу жить» стал популярнее, чем «хочу служить». Это все-таки более базовое желание, хотеть жить. Вот поэтому, собственно, и пополняется фонд обмены с нашей стороны, без боевых действий даже. То есть они просто действительно выходят в наших командиров, группами есть, если там выходят какие-то офицеры, по одному, ну, то есть вот те же, на самом деле, даже те самые зэки, которых собирал Пригожин, в которых типа в элитные подразделения «Вагнер», они тоже сдаются. Ну, о чем можно говорить? Вот это мотивация российской армии, мобилизованной. Егор, сегодня в понедельник, в очередной раз, мы помним прошлый понедельник, сегодня понедельник, и сегодня украинские города подвергаются очередной массированной атаке, на этот раз уже иранскими дронами и крылатыми ракетами, их чуть меньше. Вот как прокомментируете этот обстрел и удары по жилым домам, в частности, в центре Киева? Они оценили эффективность прошлого удара. Эффективность была достаточно низкой, потому что больше 50% ракет, которые были запущены, были сбиты нашим ПВО. Вот они решили теперь добивать точечно, скажем так, то, что не добили, пытаться дальше разрушать нашу критическую, объекты критической инфраструктуры, однако и сейчас достаточно хорошо сработало ПВО. Из 28 дронов, которые летели, цели достигли 4 дрона, пролетели. Ни одна ракета крылатая не попала в цель, тоже были сбиты нашим ПВО. Вот это попытки дальнейшей дестабилизации, запугивания, ну не более того. Они просто понимают, что им нечем ответить на поле боя, им нечем, они не могут дать позитивную картинку или позитивные новости с Херсонского или Запорожского, или Донецкого, Луганского направления. Вот поэтому хоть как-то, чтобы показать, что вот они как-то действуют, я прошу прощения, как-то действуют, вот они для этого и запускают этих шахидов и ракеты. Вот и все. Егор, спасибо вам большое. Егор Чернев, заместитель главы комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины, глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО был с нами в эфире «Фридема». Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok